доброе утро мои дорогие зрители всех приветствую всем рады с вами наталья ну что москве все еще холодно да иди кошка на окно просится пришел циклон сказали до 10 мая у нас будет холодно выходные до перед 9 мая даже уйдем в минус в данный момент плюс 5 за окном ходят тучки часа через два обещают нам дочь ну что сделаешь такая погода до холодно ничего дома тоже холодно и отопление отключили но очень холодно он видите девочка пришла до ничего носочки чертяные одели халатик тепленький ненормально но сейчас на работаете на работе час тоже будет холодно ничего там мы трудимся шевелимся не замерзнем меня вчера не было я держал обещала что периодически буду отдыхать от быковой потому что не единый быковый только мы живем да если она так думать что у нас нет своих дел о своей жизни на глубоко ошибается подвинуться так чтобы кошку было видно кто любит мою маргошку ну что что вы такие события произошли пока я и они не говорила корова телилась до из сарая достали родовспомогатель но слава богу его не применили но хотят пыли отмыли до еще раз реклама дальше что наша барыня сударыня носится как наседка нам уже не стесняясь практически показывают телеса василия и светланы до василий у нас гинеколог коровий который определил что будет телка в общем быковой вторая телка хозяйство расширяется ну 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 да 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 посмотрим что она будет делать когда они нигде не будут перестанут ей донатить как она будет содержать это подворье но то что она вела себя неадекватно все уже знают но дюжи умная была прям дюжи-дюжи умные потому что указывала почему корове надо пить сколько корове надо пить после отела что корове надо делать да очень сказала что тоже любит васю это наверно зло саньку да но это против но вчера была вообще трэш то что ольга теперь у нас еще и ездит на дневной стационар ну наверное у нее скорее всего давление бабахает или я не знаю что там у него происходит но в общем она ездит домашний стационар только вы знаете немножко странно на таком сроке домашний стационар вообще-то все время кладут в роддом но в перинатальный центр до патологии все-таки у нее по-моему 26 недель насколько я знаю уже довольно таки приличный срок беременности но не знаю них мичуринский муж свои правила какие значит там не страшно не такая большая угроза просто поддержать организм я так думаю может быть не знаю но дальше поживем увидим что еще но это мы все знаем из лепешек что больница очень холодно что бы кого сегодня поедет теплый костюм если постирает оденет она уже обмолвилась что там все у нее хоть и машинка стирает 24 на 7 не успевает спросили ее как-то уехал ли санек она сказала что вроде бы как уехал ну в это с трудом верится но что мы все вчерашнем видео увидели к ней приехала у вариха да мисс перхоть это та которая проработала быкову и она выгнала епешечку это та которая приезжает и командует в доме где чего ставить и что покупать это та которая руководит ремонтом это так который сидит в комментариях и рвет свою пятую точку на британский флаг вы знаете приехала и сразу борщ варить ну я уверена что это снято не накануне потому что там еще был санек сыра не варили но бы кого может компоновать несколько дней не ничего удивительного короче говоря а название было громкой подписчица подарила кухню да ты что интересно какая но я думаю что точно не у вариха с урала везла ее да а то и она бы вдвойне дороже обошлась кухня была куплена скорее всего где-нибудь не очень дорого но ее надо собирать ее надо вешать а у бы кого же в доме мужиков нету ни санька не василия не федора ну и лёшка иногда на выходные нет мужиков надо вызывать у вариху приехал у вариха которая все знает она бы кого же ее ждала 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 потому что они должны решить где будет молочный цех но так и как я поняла со вчерашнего видео что скорее всего он будет на молочной кухне потому что варих уже там руководила что где и как будет что вот надо сделать здесь вот так повыше попсу поставить здесь сепаратор здесь сыроварню здесь маслобойку в общем у вариха командует да вы там с полами что-то сделать сначала чтобы не брусчатка была да да придумайте что-нибудь их можно утеплить то есть положить влаги засыпать керамзитом сверху деревянный потом можно линолеум положить но по крайней мере он будет мыться или что-то еще придумать но потому что там пол леденющий ну в общем это мои мой взгляд там первое дело надо что делать с полами потом утеплять стены ну ладно у вариха приехала она сейчас все решит все поставить на место самое главное она знает как собирать кухню понимаете то она делала быковый ремонт в доме было два мужика взрослых а у вариха стелила линолеум красила стены вообще полный трэш теперь она приехала кухню собирать вот интересно два раза на год мотаться ругаться не охота матом но хочется сказать хуеву кукуева до сурала платить бешеные деньги за билет и если она подарила кухню она что подпольная миллионерша она мы забыли она же у нас многостаночница она и юрист и дизайнер и строитель и психолог и еще кто-то в общем там намешано мне три в одном 23 в одном да ну что я хотела сказать что-то у вариха за полгода сдала что-то я не могу понять то ли она похудела то ли она заболела то ли она постарела но сдала она конкретно я прекрасно понимаю да возраст гормоны все на свете что-то там не так может быть сидела на диете но эта диета ее не красит лучше бы она покрасила волосы свои седые потому что вот это ее седые черные спросить ее волосы с перхотью это конечно жесть она в принципе не старая женщина но сколько ей лет 60 почему она не может покрасить волосы и правильно вчера многие написали в telegram канале она похожа на бабу-югу на ведьму да ну вот я говорю ведьмы слетаются на шабаш да сейчас будут обдумывать но скорее всего вариха прилетела потому что за блогеры взялись а суды ищем уж забыли она же еще юрист она сейчас будет быковскому юристу подсказывать чего делать ну в общем у варихе детей нету внуков нету денег мешок поэтому на два раза на год прилетает к быковой вкалывать я не знаю что их объединяет я не знаю что их связывает но что ты их связывает да это одна из о пг который приехал на разрулить все все поставить на место вплоть до того чтобы мозги быковой на место поставить может быть даже саньку укажут на дверь совсем не знаю все зависит от настроения уваровой и ее деятельности да мы уже поняли да что быкова уже в лепешках вчера вечером она уже шла в один часов спать что сил у нее не было выйти в стрим до 2 дня стрима пропустила сколько денег мимо кассы это конечно жесть но не забывайте что скоро 5 0 5 у нее же будет флешмоб да на молочную кухню а может и вообще уберет и сейчас не до этого сейчас у нее будет красивая кухня не антивандальная то они они планируют дальше в будущем мечтайте мечтать не вредно ну сиска там кино снимает с уткой носится у него теперь должность утконосец до лёха выставил автоклав за 12000 по моему если они шиваясь у этого все проблемы какие-то в общем все то же самое в туровском семействе вы знаете я думаю что даже если неделю них не говорить то потом можно выйти и за 10-15 минут все рассказать что там происходит а там все одно и тоже ну на этом я с вами прощаюсь до встречи всем здоровья хорошего настроения хорошей погоды мы переживем этот холод нам не привыкать жалко конечно садоводов огородников потому что сейчас все хотят прям вот час четыре дня праздника будет на 9 все бы хотели бы уже что-то посадить но в подмосковье думаю это не вариант ну где-нибудь и южнее да у нас это еще пока не вера вариант все мои дорогие не теряйте меня я еще раз предупреждаю я периодически буду пропадать потому что из пустого в порожнее переливать неохота если будут новости у быкова я выйду и мы с вами об этом поговорим пока пока